Здравствуйте, дорогие подписчики Кактус Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева. Я главный редактор Кактус Медиа. Сегодня мы говорим об очень важной теме о пенсиях. И наш собеседник Джаматаева Гульнура, заместитель председателя социального фонда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не отключаю телефон. И в течение эфира вы можете задавать нашей гости вопросы. Если я буду копаться, это значит я смотрю, какие вопросы вы задаете. Но для начала вопросов дам я. Давайте вы расскажете, что такое пенсия, из чего она складывается в наших условиях и как она может измениться в ближайшее время. Вообще вы правильно задали вопрос. Надо всегда начинать с того, что такое пенсия. Потому что, ну, не секрет, часто люди путают пенсии и пособия. Пенсия — это то, что человек зарабатывает сам. В течение своей трудовой жизни отчисляет страховые износы. И это самое важное. Пособие — это то, что тебе дает государство. То есть оно, как бы ты ее не зарабатываешь. Просто оно хочет тебя как-то поддержать в каких-то таких тяжелых жизненных ситуациях. То есть это, как бы, скажем так, благотворительность государства. В отличие от этого, пенсия — это собственность каждого человека. То, что он заработал, то он и получит в виде пенсии. Поэтому я бы очень хотела заострить на это внимание, никогда не путать пенсии и пособия. Потому что бывает, что даже люди не только с высшим образованием, а даже занимающие государственные должности, они часто путают пенсии и пособия. Во-первых. Во-вторых, что такое пенсионная система? Пенсионная система — это такая система, она именно организуется государством для того, чтобы каждый гражданин, вы понимаете, что это не только у нас в стране, это везде, вообще во всем мире, человеку не свойственно думать о старости. Ну, не хочет он думать о старости. Ну, как бы, знаете, авось пронесет, как-нибудь проживу, возможно, дети меня там будут поддерживать. Но реальность такова, что мы видим, что вот эти социальные связи, они вот все-все меньше. Вот если, скажем, в начале 20 века или даже в 20 веке дети всегда поддерживали своих родителей, практически содержали их в старости, то сейчас часто бывает, особенно в нашей республике, когда очень такая значительная миграция, что внуки остаются на попечении у своих пенсионеров, дедов, бабушек. И часто наши пенсионеры говорят, мне бы одному пенсия моя хватило бы. Потому что в условиях села 5-6 тысяч сумм в месяц — это, в принципе, нормальные деньги, если ты не тратишь на коммунальные услуги, не тратишь на налоги, да, никуда не ездишь, что хорошо, но я же, говорит, вынужден на эту пенсию еще содержать своих внуков. Вот тут начинается проблема. И в этой связи вот пенсионная система, она как раз организована для того, чтобы человек, вот это обязательно, она в большинстве во всех цивилизованных странах, она обязательно именно из-за того, что есть вот такой термин — возрастная близорукость у населения. То есть вот он, только вот было какое-то такое исследование, вообще сколько людей вот на будущее свое откладывают? Только 10%. Вот они откладывают на какой-то банковский счет, делают какие-то… Это только 10%. Это мировая статистика? Это мировая статистика была какой-то такой интересный, я как-то видела исследование. Остальные 90% думают, ну как-нибудь потом, вот что-нибудь, да. А они не откладывают именно потому, что они не думают о будущем, или потому что не из чего откладываются? Нет, ну если это мировая статистика, я не думаю, что 90% не из чего откладывать. Вот, и вообще это, скорее всего, статистика проводилась именно, это, насколько я помню, какой-то один, то ли британский институт, то ли европейский какой-то, или шведский был, точно не помню, но европейский. То есть я бы не сказала. Благополучная страна. Благополучная страна. Но потом они назвали это возрастной близорукостью. То есть вот есть такое. У человека обычно, когда о пенсии надо думать, в лучшем случае где-то за 10 лет до пенсии, в худшем случае где-то за 5. Вот по нашей тоже, вот по моей практике, обычно вот ко мне обращаются люди свыше, старше 50 лет, говорят, что мне сделать, чтобы у меня была нормальная пенсия? Мы говорим, ну вообще, конечно, было бы хорошо, если бы ты начал сначала трудовой жизни отчислять. А сейчас вот в течение 10 лет, конечно, тоже неплохо, но вообще хорошо бы это вот, когда в течение этой 20-30 лет показываешь свою зарплату, работаешь именно в таких местах, где вот белая бухгалтерия, не черная бухгалтерия, отчисляет все страховые взносы, соответственно, у тебя будут идти и стаж, и взнос, и незаметно, но пенсия будет хорошая. Конечно, можно это и за 5 лет, если у тебя были хорошие взносы заплатить. У нас были такие случаи, когда человек там за свою маму одной большой суммой там 30 миллионов рублей, что ли, вот отчислил, сказал, вот, ну он работает в России, он, оказывается, владелец какой-то, ну не владелец, а акционер какого-то такого крупного, там же есть нефтяные, то ли алюминиевый какой-то завод, а мама работает здесь, мама живет здесь, пенсионерка, говорит, ну чем я ей отдам, непонятно, что с этим деньгами будет, лучше я заплачу в пенсионный фонд, и тогда она будет... А так тоже можно? Так тоже можно. Да, да, да. Можно. И это будет? Да. Это будет твоя пенсия. То есть есть два способа. Либо ты работаешь всю жизнь и по чуть-чуть отчисляешься, и тогда это будет незаметно, то есть, либо если у тебя действительно есть такие возможности, кто-то вот, ну, часто нас говорят, вот, у него было 40 лет стажа, у него всего лишь 20, почему у него пенсия выше? Бывает и такое. Просто у этого человека были хорошие зарплаты, хорошее отчисление, например, вот я вот все время, вот уже несколько раз этот пример привела, вот как-то наш председатель выступал по телевидению, а всегда самый популярный, наверное, вопрос номер один во всех СМИ, всегда спрашивают, какая самая минимальная и самая максимальная? Это вот везде этот вопрос бывает. Он ответил, там, минимальная бывает разная, ну, там, около 2 тысяч, а максимальная, там, 179 тысяч. Что тут началось? Во всех СМИ начали говорить, а почему так, а почему вы ему платите 179 тысяч, а давайте мы у него заберем эту пенсию, дадим тем, у кого было 5 тысяч, я попросила сотрудников, вот именно этих нескольких пенсионеров вытащить, сколько они сделали отчислений. Так вот, тот человек, у которого 179 тысяч, мало того, что у него 46 лет стажа, он еще продолжает, так сказать, сегодня работать, то есть человек уже за 70, но он до сих пор работает, до сих пор отчисляет и получает. А вы знаете, если у нас пенсионер работает и платит взносы, то мы еще перерасчеты ему делаем, то есть за счет этого у него еще пенсия выросла. Так он за все это время заплатил 19 миллионов сумм, принес в бюджет социального фонда. Тогда как в среднем у нас люди где-то около полтора-два миллиона за всю жизнь вносят. У него пенсия заработана. Заработана, конечно, конечно. Если мы говорим, зарабатывай больше, отчисляй больше страховно, получишь пенсию, то какое мы имеем право забирать у этого человека? Это его деньги, он сам отчислял. Мало того, что он отчислял, он еще пока отчислял, не выходил на пенсию, он еще содержал до 40 пенсионеров в месяц. И все же из каких частей она же... Пенсия состоит... Да, на сегодняшний день пенсия состоит из таких трех частей. Первая — это базовая часть пенсии. Она назначается всем тем, у кого... Ну, у старых пенсионеров она есть у всех, но вот у новых назначений есть ли у тебя... Вот я еще раз начну. Первая — базовая, вторая — страховая, и третья — накопительная. Вот страховая и накопительная — это то, что человек заработал сам со своими отчислениями. Она рассчитывается на основе твоих отчислений. А вот базовая, она начисляется только тем, у кого вот эта заработанная страховая часть пенсии не превышает трех прожиточных минимумов пенсионера. На сегодняшний день это чуть больше 15 тысяч сомов. Если человек сам заработал свыше 15 тысяч сомов, то ему базовая часть пенсии в размере 1780 сомов, это сегодня, она не дается. Не начислятся. Не начислятся. То есть он тогда будет получать только из двух. Да, страховую свою часть и накопить на ней, если она есть. Почему это сделано? А страховая и накопительная — это что такое? Страховая и накопительная — это вторая, третья часть пенсии. Страховая — это то, что ты заработал и отчислял в течение твоей трудовой жизни. Она рассчитывается из двух частей тоже, в свою очередь. То есть то, что у меня из зарплаты уходит автоматически? Да, да, да. А накопительная что такое? Накопительная тоже из зарплаты. То есть сегодня, вот смотрите, если в организованном секторе, это значит юридические лица, сегодня тарифы платят 27,25%. Из них 17,25% платит работодатель, 10% — работник. Из этих 27,25% у нас 2% уходит на фонд обязательного медицинского страхования. То есть это сооплата, вы в поликлинику уходите, больничные ваши, не больничные конкретно, а лечение оплачивается. 0,25% — это через Федерацию профсоюзов, если вы хотите получить путевку на оздоровление. И 25% — это пенсионный фонд и государственные накопительные. ГНПФ из 25,2% они уходят на накопление. А 23% уходят на текущие выплаты пенсии. Вот чем отличается накопительная от страховой? Страховая — это та часть пенсии, которую, как только мы сегодня ее получили в виде взносов, мы тут же направляем ее на текущие выплаты пенсии. То есть она еще по-другому называется термин «солидарная». Солидарность поколений. То есть ныне живущее, работающее молодое поколение содержит пожилое. Такая система, хоть многие эксперты, я извиняюсь, говорят, что такой системы нет, на самом деле это как раз таки основа основ — это германская система. Ее вводил еще в свое время, знаете, знаменитый канцлер Бисмарк. Он в свое время вот эту систему вводил именно в конце 19 века первое законодательство в области пенсионного страхования, медицинского страхования он вводил. И вот тогда вот он именно пенсии, зависящие от взносов, от заработной платы. Германская модель считает, что сколько человек, какой у него уровень жизни был при трудоспособном возрасте, соответствующая у него должна быть пенсия. То есть если зарплата была такая, отчисления такие, соответственно, у него была пенсия. Потому что большие зарплаты, как правило, они не даются просто так. Они даются либо за хорошую квалификацию, либо за тяжелые условия труда, либо, вы знаете, горнодобывающая промышленность, повышенный риск. То есть просто так не дается, и, соответственно, у них есть какой-то определенный уровень жизни, и на пенсии у них тоже не должен соблюдаться. Вот эта германская модель, солидарная система, она сегодня у нас преобладающая. А накопительный компонент, это вот изначально где-то в 80-е годы 20-го века, это вот в Чили первый такой был опыт. Чили перешла на полностью накопительную систему. Первые 10 лет давали замечательные результаты везде, кроме пенсионной системы, потому что нужно понять, что эти деньги не идут на текущие выплаты. Они идут только на инвестирование. То есть, ну, вы понимаете, длинные деньги, большие деньги, и когда они идут в экономику, то, соответственно, начинается рост, начинается рынок капитала расти, у них там инфраструктура начала расти, строительство. То есть везде был рост, и, соответственно, вот всегда же экономике не хватает денег. А тут пенсионные деньги, они идут как крупные инвесторы, и они входят в рынок. И вот в Чили они вот как раз-таки такой рынок, они показали, что есть возможность за счет этих денег повысить экономику, поднять. Но, к сожалению, опыт Чили показал, что после, когда эта реформа, ну, не то, что закончилась, а вот пенсионная реформа, она чем немножко сложна в прогнозировании, потому что она дает первые свои результаты лет через 15. Вот, то есть, когда накопительная система вводилась, и потом она начала давать первые результаты, то есть уже в конце 90-х годов XX века, опыт Чили показал, что пенсии из накопительной системы оказались на 14% ниже, чем давала дореформенная пенсия, то есть солидарная. И в этой связи тогда это был такой большой всплеск, там, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, все захотели эту реформу сделать, и даже наш сосед Казахстан полностью перешел на накопительную систему. Но накопительная для кого хороша? Для тех, у кого стабильная, хорошая заработная плата, и кто стабильно работает. И если в экономике нету финансовых кризисов, потому что в 2008 году, вы знаете, в Соединенных Штатах первыми обанкротились пенсионные фонды, потому что они очень зависят от капитала, от процентных ставок, всего этого. И вот этот весь опыт был накоплен мировым сообществом, и уже в начале 21 века, в частности, в 2005-2006 годах, уже Сталин говорит, что нет, не накопительная, не является полной альтернативой солидарной. Давайте сделаем так, компонентами. То есть, в чем проблема солидарной системы? Страхи, риски, демография. Потому что, понятно, текущее поколение, оно должно быть в таком составе, в таком количестве, чтобы содержать пожилое население. Как только демография идет на убыль, то проблема содержать пенсионеров становится непосильной задержкой. Даже не в демографии. Вот смотрите, я тоже много читала о солидарной составляющей. Мировая практика, что одного пенсионера содержит 2-3. Нет, мировая практика, вот международная организация труда, как раз таки, у них есть стандарты, что если менее трех, это финансово устойчивость систем уже под вопросом. Должно быть более трех. А у нас? А у нас? Меньше одного. Меньше одного, да. Это реально. Вообще, на самом деле, демография, она замечательная. И это не демография делает. Миграция. Миграция. Да, да. Трудовая. Я с вами согласна. Получается, эта система не работает. Ну, видите, миграция — это тоже процесс демографический. То есть, перетоки, оттоки — это тоже демография. То есть, не обязательно эта рождаемость должна быть, но и убывает население именно в другие страны. То есть, это тоже проблема демографии. И экономия. Система не работает. Система не работает, согласна. Поэтому у нас была введена накопительный компонент. То есть, они по-своему должны друг друга поддерживать. Где-то вот заинтересовывать, работать в такой системе. Но на самом деле, мы должны работать над тем, чтобы теневой сектор вытаскивать, теневой сектор. Потому что сегодня у нас по нашим, не только по нашим, по насоткомовским прогнозам, данным вернее, где-то порядка вот малый и средний бизнес, 80%, даже где-то, по-моему, 90% находятся в тени. Что это означает? Это либо человек не показывает полное количество своих работников, либо если он и показывает, то показывает маленькую заработную плату. То есть, у нас есть на сегодня установлено 40% от среднемесячной заработной платы по региону, но, грубо говоря, по республике это где-то 7,5 тысяч самов. И вот он показывает 7,5 тысяч самов, как будто он платит эту зарплату. Он может платить и 25, и 40 тысяч, но он платит как будто 75 тысяч, ой, 7,5 тысяч. Соответственно, если бы он платил от 40 тысяч, ну там в 5 раз больше, да, соответственно, у этого человека и пенсия была бы в будущем в 5 раз выше. Что делать? Нужно делать, ну вот видите, сейчас мы, социальный фонд, пошли на то, чтобы для малого и среднего бизнеса существенно снизить ставки. Вот до сих пор, когда вот мы не раз общались с бизнесом, вот, и они меня очень хорошо знают, и я их всех уже, вот эти многочисленные ассоциации, всех хорошо знаю, всегда один и тот же вопрос, я бы вышел из тени, если бы вы снизили соцсочисления, вот всегда. Хотя практика наша вот этих льгот, которые мы предоставляли до этого, текстильная промышленность, швейная, да, которая вот вроде бы по разным оценкам является авангардом сегодняшнего производства, она себя не показала вообще никак. То есть процент был снижен? Очень, значительно был снижен, но никто из тени не вышел. Что до реформы численность была около 6 тысяч, что после реформы они показывают, ну может быть рост там 9 тысяч по налогу, ну понятно, что это никак ни картины не делает, потому что... 6 тысяч и 9 тысяч это человек? Да, численность, да, вот по всей республике, как будто у нас швейная промышленность не выше 9 тысяч. Это смешно, потому что мы все прекрасно знаем, что на каждом доме висит, да, ищутся там швея, там каждый говорит, там у меня по 100 человек, у меня по 1000 человек. Ассоциация швейников, текстильщиков, они вообще говорили, вы знаете, у нас там 200 тысяч, да, например, мы говорили, хорошо, не 200, хотя бы 100 тысяч покажите, хотя бы 50 тысяч покажите, нет. Но сейчас, когда мы им говорим, они говорят, вы знаете, нам пандемия помешала. Но мы в то же время видим, вот что пандемия была, но заказы были, шли, может быть, в онлайн какие-то, да, но... То есть сказать, что совсем прям пандемия не остановилась, мы тоже не можем, потому что мы живем в этом обществе, и вы, и я, да, Наталья, мы живем, мы же видим. У нас есть родственники, которые швиви работают, у нас есть родственники, у которых есть цеха. То есть, ну, Кыргызстан, он очень маленький, и все, в принципе, прослеживается, все, все, вдруг, и сказать, что вот прям кризис, все остановились, мы не можем, поэтому тут тоже текстильщики, они немножко лукавят, когда они говорят, что вот пандемия, поэтому мы не вышли. Сейчас они просят продлить им опять вот эти льготы. Ну, вот мы сейчас Минэконом смотрим, думаем, конечно, ну, посмотрим. Но вот сейчас для малого и среднего бизнеса мы пошли по другому немножко пути, мы тоже сказали, хорошо, мы вам снизим, если вы покажете 5 и более сотрудников, тогда давайте до 22 снизим, с 27-25 до 22. Если же вы показываете среднюю заработную плату по республике и выше, и показываете 15 и более работников, мы с ними вообще до 14% снизим. При этом для работодателя с 17-25 до 4, то есть более чем в 4 раза. Это именно для швейников? Нет, для всего малого и среднего бизнеса. Для швейников еще меньше, у них льготы другие, у них еще меньше, у них даже меньше этого на сегодняшний день. И вот мы говорим, вот мы снизим до 4%, и теперь будем смотреть, как, то есть мы говорим, соцфонд сделал свой шаг навстречу бизнесу. Пожалуйста, бизнес, вы тоже сделайте шаг в сторону социальной ответственности по отношению к своим же работникам. Откройте, выйдите из тени, покажите реальные размеры заработных плат. Я не говорю, что все такие. Процентов 20-25 есть работодатели, которые, несмотря ни на что, показывают реальные заработные платы, платят с них отчисления, то есть вот есть такие. Но 70% они все показывают. И все же, что делать? Вот смотрите, пока мы констатируем проблему. Проблема есть, это все признают. Вот сейчас меняется налоговый кодекс. На ваш взгляд, это позволит как-то бизнес спровоцировать, поможет бизнес выйти из тени и как-то отразиться на отчислениях, в том числе соцфонда? Ну, вы знаете, если мы будем дальше так продолжать жить, это будет такое, знаете, скажем так, цивилизация, она должна идти по своему пути, да? Вот почему? Мы же говорим, вот до 8 миллионов оборотов вообще освободили же от всех видов налогов. Но большое сопротивление. Вот либо тут не хватает хорошей информационной компании объяснять, либо у этих людей давно обороты свыше 8 миллионов. Ну, по-другому, другого ответа нету. Почему сопротивление, если тебя освободили полностью? Кассовые аппараты, я согласна, возможно, нужно где-то там финансовые, там стоимость, это другой вопрос. Но весь мир живет по кассовым аппаратам. Это не придумал Кыргызстан один, да? Вот мне вот вчера один депутат говорит, вот знаете, в Грузии вот такая реформа. А я очень скрупулезно, очень хорошо рассматривал опыт Грузии, в том числе со своими грузинскими коллегами, которые в то время работали в налоговой. И они же говорят, вот мой бывший коллега, он именно был заместительным представителем налоговой службы, оказывается, в Грузии. И он рассказывал, говорит, полтора года это был такой, знаете, вот тут... Да, говорит, эти полтора года нам платили хорошие заработные платы, вы знаете, Евросоюз, Соединенные Штаты их очень поддерживали. Нам платили, нам существенно повысили заработные платы, прям чуть ли не по 2000 долларов, да, там вот хорошо платили. Но при этом, говорит, мы там коррупция, сажали твоего друга, сажали... Ну, то есть это был такой очень масштабный, то есть там был пряник и был кнут. И всех посадили на ККМ, то есть на кассовые аппараты, всех провели фискализацию, таможни, да. То есть это должно быть взаимосвязанный процесс. Товар зашел через таможню и не так, что там проходит, скажем, тысячи шуб, а регистрируется сто, да. Потом, когда продается человек, если продал, вот завез сто, а продал тысячи, там же должна выходить разница, то есть таможня, она должна работать с налоговой, связь, увязка должна быть. То есть прослеживаясь вот это всего. И тогда будет тяжело уйти в тень. Конечно, хорошо хочется там побольше заработать. Это нормально. Бизнес, это самая главная цель бизнеса — максимизировать прибыль. Но если мы будем также дальше жить по закону джунгли, то не просите хорошего здравоохранения, не требуйте хорошего образования, не требуйте высоких пенсий. Потому что государство — это вы, это я своими налогами. Поэтому это всегда должно быть двусторонне. То есть не надо обманывать. Вы обманываете, платя мизерные налоги или не платя, а государство вынуждено вот в рамках вот этих мизерных отчислений что-то вот создавать видимость государственных услуг. То есть мы уже должны пойти навстречу. И бизнес, и население, я вот как гражданин сейчас говорю, я вот стараюсь всем говорить, платите налоги, потому что я тоже, например, плачу налоги. Стараюсь вот это сделать. Говорят, вот мы живем в том, что мы живем. Вы знаете, вот в прошлый раз я не первый раз говорю уже с чиновниками, и с медэкономикой, и с юристами, и с их хозяйством, и все время опирают на патриотизм. Это прекрасное чувство. Я очень в него верю. Но только на патриотизм верить нельзя опираться все-таки. Вот конкретный шведец, смотрите, да, вот ей нужно сейчас кормить своего ребенка. Сейчас. Ей каждая копеечка, например, да, на счету. И там она потом будет думать, как она будет жить дальше. Вот как построить механизмы отчисления так, чтобы человеку, механизмы отчисления, механизмы государственные, чтобы человек не мог от этого уйти. Вот нынешний налоговый кодекс способствует вот этой формализации тех самых неформальных отношений, у которых мы с вами говорим. Да, я с вами согласна в каком-то смысле, но по налоговому кодексу я не могу давать комментарий, потому что все-таки другое министерство. Я могу давать по своим осуществлениям, по своей политике. И потом, Наталья, не согласна с вами, это не патриотизм, это здравый смысл. Ну, и вы, и я, наверное, мы выезжали куда-то, мы смотрим, да, это не патриотизм. Если у тебя есть здравый смысл, ты понимаешь. Ну, например, вот люди, вот вы живете, да, вот если мы будем сорить постоянно вот здесь и сказать, ну, кто-нибудь дворник придет, оно так и будет. То есть нужно уже сознание. Это сознание, это не патриотизм. Понять, что государство, это оно за счет налогового. Нет, 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 сейчас я закончу мысль. Когда человек начинает от него, вот как в Швеции, например, 55% от твоей зарплаты где-то остается, человек начинает жестче контролировать государство. Оно начинает больше требовать. На самом деле сегодня вот то, что вы говорите, что государство нужно контролировать 24 часа в сутки. Потому что, как говорила Маргарет Тэтчер, нет государственных денег. Есть деньги на налогоплательщик, я полностью согласна. Но когда ты сам платишь от случая случая, у тебя и голос негромкий. Ты не можешь говорить, я налогоплательщик, потому что там проверяешь, у тебя нет налогов, да, на самом деле. А когда человек чисто, ему уже, как бы, скажем так, он все сделал чисто перед законом, у него и голос чище, он и просить может жестче. Я к тому, что когда человек будет платить столько, сколько надо, он нас будет контролировать. Например, я вот как, ну, за себя могу ответить. Заработную плату, все можно контролировать, все это можно входить в это положение. Но мы где-то лукавим, потому что мы все понимаем, что у каждого там что-то есть там, кто-то скрывает что-то бизнес. Вот почему бизнес тоже до конца не может идти? Потому что он тоже где-то что-то скрывает, где-то что-то договаривается, да. Вот когда вот говорим, вот взятки там, коррупция, да. Виноват же не только тот, кто-то берет, а тот, кто и дает же. По сути. Мы же сами вот растим взяточников, потому что, ну, мы не хотим терять времени. Я не говорю, я сейчас не говорю, ну, на самом деле, что это всегда, у любой вещи есть оборотная сторона, всегда есть две стороны. Не бывает только там проблем, что с этим всем надо бороться, но я считаю, что если человек начнет полноценно участвовать, полноценно во всем этом вовлекаться и платить взносы, и в том числе налоги, он, соответственно, и будет контролировать жестче государство. И тогда у него будет голос громче, во-первых. Во-вторых, я считаю, что профсоюзы. Вот сейчас у нас, к сожалению, вот мы работаем, конечно, с профсоюзами, но и голос тоже очень слаб, потому что, что бы ни говорил соцфонд, но мы госорган. И, соответственно, нас видят все равно как государственный орган, да, то есть чуть-чуть что начнешь, раз начинается, вот, идет удавление на бизнес, вот, а есть профсоюзы. Вот почему вот международная организация труда, вот цикл именно по международной организации труда и вывод из тени, да, вот почему именно большая такая организация, она именно попросила, вот, открыла такой проект нашей стране, потому что они видят, что очень значительный теневый бизнес. И пришло такое время, если мы 20 лет с этим работали, то есть люди встали на ноги, из этих же дурдоевских, насколько я знаю, у меня тоже несколько знакомых, они хорошо встали на ноги, они сегодня замечательные бизнесмены, у кого-то уже миллионный оборот, уже долларовые миллионеры, да, есть. То есть уже пришло время, когда дальше уже с таким теневым сектором мы уже дальше не можем, уже надо выходить из тени. Вот те, кто вот только-только встает, оборот, до 8 миллионов, им дают возможность, потому что эти люди действительно, пусть они вырастут, но те, кто уже выше 8 миллионов, они уже должны показывать, уже научиться делиться не только с государством, это, мы, я еще раз говорю, это не государственные деньги, это вот тоже здравоохранение, это тоже вот учителя жалуются, что у них маленькие зарплаты, врачи жалуются, что у них маленькие зарплаты, реформы, они пойдут вместе с ним. Но ждать, давайте вы сначала там все очиститесь, давайте вы все сначала станете такими чистыми, а мы тут подождем потом, а не получится при такой зарплате очиститься, вы поймите, Наталья. Ну как требовать от налоговика, у которого зарплата 15 тысяч самов, да, проходят миллионы. Ну я же говорю, вот опыт Грузии показал, у них у всех сначала даже гаишнику поставили полторы тысячи долларов в зарплату, а потом ему сказали, вот теперь если поймаешься, вот, и говорят, даже после этого были которые несколько, но не такой процент, потому что 80 процентов, как правило, они добропорядочные люди. Ну вот, бывает 20 процентов, которые вот любят, но вот ГАИ, вот у них как они, говорит, боролись, вот полторы тысячи долларов сразу поставили, всех заново набрали, один, два, три, да, поймались, говорит, но потом их закрыли, чтобы они совсем больше никогда не смогли в черный список попали, и все, говорит, и вот так мы и побороли. То есть вот эта вот знаменитая Грузия, которую нам все время в пример ставят, вот эти реформы, я очень близко обсуждала, очень много читала про них и общалась. Должно быть шаг идти друг к другу, то есть государство к населению, население государства. И мы все-таки должны научиться верить своему государству и контролировать, не только верить, а контролировать. И тогда уже будут, я думаю, какие-то результаты, ну, кто если не мы, и когда, если не сейчас, да, потому что мы же говорим уже, одного пенсионера уже даже менее одного человека содержит. И когда вы спрашиваете, почему такой невысокий размер пенсии, надо еще удивляться, как вы вообще платите пенсии при таких. Это вот вопрос читателей, а вы вообще пробовали жить на среднюю пенсию? Вообще, вот почему уравен прожиточный минимум? Прожиточный минимум, так, по-моему, в 21 году он, боюсь ошибиться, но где-то 5200, по-моему, где-то именно пенсионера. А взрослого человека уже выше 7 тысяч. Хорошо, 5200. Сколько пенсионеров процентов меньше получают? Ну, на самом деле, уже 47-49% меньше получают, но я сейчас объясню, почему. Ежегодно мы повышаем с октября пенсии, и тогда у нас этот показатель сразу вырастет. Это повышение или все-таки индексация? Можно индексацию назвать, потому что вот начиная с 2017 года это все-таки индексация, потому что там уже идет, с 2017 года мы ввели прямую формулу индексации. Если до 2017 года она повышалась, знаете, как попало, скажем так, да, вот как решат, вот кому-то было, давайте всем по 500, всем по 500, давайте большие пенсии, маленькие сумму добавим, маленькие пенсии, большую сумму, было такое. Потом добавили, сказали, давайте до 10 тысяч проиндексируем, выше 10 тысяч не будем индексировать. Что это? Тогда я не была еще замом, но работала сотрудником, вот я лично, сколько я по телефону услышала вот от пенсионеров, которые свыше 10 тысяч получат, которые говорят, какое ты имеешь право нарушать мои конституционные права? Я же отчислял. Почему ты мне не индексируешь? То есть я с ними полностью была согласна. И поэтому, когда мы потом делали реформу, мы внесли такую реформу, ввели прямую формулу индексации, это 50% от роста инфляции плюс 50% от роста заработной платы. То есть на одну инфляцию это было бы очень мало, на рост зарплаты это было бы очень много, потому что они бы росли бы прям даже больше, чем по темпу, ну практически по темпу зарплаты. А так как это люди все-таки не работают, у них немножко меньше должны, это международный стандарт. Поэтому мы сделали 50% инфляции, плюс это получилось что-то среднее между ростом инфляции и ростом заработной платы. Вот на этот показатель мы с 1 октября, начиная с 2017 года, мы производим индексацию страховых частей пенсии, то есть той пенсии, которую сам заработал каждый человек. Кроме того, базовая часть пенсии, она у нас зависит от, должна быть на уровне не ниже 12% от роста среднемесячной заработной платы, поэтому если средняя зарплата растет, она тоже соответственно индексируется. И вот каждый год с 1 октября у нас маленькая, вернее и базовая индексируется, и страховая индексируется. Отвечая на вопрос, это всегда такой немножко провокационный вопрос, можно ли жить, да. Отвечу так, сегодня на 6-7 тысяч есть такие зарплаты. Согласитесь, есть нянечки, получают сегодня такую зарплату. Есть молодые учителя, которые получают 8-9 тысяч, они на эту зарплату должны вырасти, обустроить, купить дом, родить, вырастить детей, соответственно, да. И когда мне говорят, что вот за 6 тысяч, она маленькая, было бы мое желание, я бы ее 60 тысяч сделала бы, может, 2 тысячи долларов сделала. Но зная, что есть заработная плата в 7-8 тысяч сегодня, и люди на нее как-то выживают, а не маленькая зарплата, действительно. Но пенсионная система — это всегда результат развития экономики. Как-то вот лет 5 назад я на одной пресс-конференции как-то сказала, вот когда такой же вопрос задали, ну невозможно же получать пенсии в Швейцарии и жить в Бишкеке, да. То есть, ну, размер. Какая у нас экономика? Какой у нас рынок труда? Какой у нас, опять же, теневой сектор, да. Если бы теневой сектор весь вышел бы, реальная заработная отплата вышла бы, у нас получилось бы очень много страховых взносов, то есть у нас фонд был бы, мы бы могли бы существенно повысить пенсии, и мы жили бы гораздо в лучшем положении. Но, к сожалению, сегодня вот то, что мы имеем, это очень мало. На самом деле это очень мало, я согласна. Но из того, что мы сегодня получаем, все мы направляем на текущие выплаты пенсии. Сколько у нас есть возможности, каждый октября, вы не поверите, у нас очень много расчетов, мы всегда стараемся побольше сделать, потому что, понятно, нам все равно скажут, что там 500 суммов. Но когда ты скажешь, что эти 500 суммов на следующий год ляжут нагрузкой 4 миллиарда на бюджет, а их надо откуда-то поймать, потому что пенсионеров 715 тысяч, и вот каждому из них, да, вот в среднем если по 500 увеличится, потому что кому-то больше, кому-то меньше, зависит от страха, вы уже можете посчитать, умножьте и умножьте на 12, 4,5 миллиарда нагрузка. На 1000 суммов 9 миллиардов нужно найти, то есть всегда нужно решать вопрос, а где мне найти. Повысить легко, но нужно же еще их своевременно выплачивать, то есть чтобы не было долгов. Единственный выход, путь для увеличения пенсии это выход из тени, формализация неформализации, фонд, социальный фонд это фонд, то есть фонд это подразумевает, что туда откуда-то должны поступать деньги и потом распределяться, а если туда поступает мало, то откуда ждать, что там будет много распределяться, финансовую грамотность нашего населения по-моему надо вот с класса 8 уже, и там подразделом надо именно социальное страхование вводить, обязательно, вот я вот об этом тоже буду просить Минобразование, постоянно мы об этом говорим, они говорят, ну давайте как факультативы сделаем, я говорю, нет, по-моему надо вот как экономика есть, вот там вводить, что такое фонды, что такое налоги, что такое государственный бюджет, что такое местный бюджет, потому что вот помните, вот девочка, которая семья щелкала, государство то ли перед, да, государство заплатит, а кто будет чистить, государство заплатит, вот такое ощущение, давайте я не буду платить, а Государство заплатит, налоги давайте кто-нибудь там заплатит, а я не хочу платить. Вот такое инфантильное поведение, оно, к сожалению, имеет место быть. И вот пока мы не скажем, так, я плачу налоги, я, например, в каком госоргане не приду, я знаю свои права, я получу свои, я требую. К сожалению, у нас еще и немножко не знают своих прав, юридически тоже, часто не понимают до конца аж на что они. Вот поэтому в этом смысле ими легко получается, ну, не то что манипулировать, а пренебрегать. Поэтому они не могут получить. Вот наши районы, эти социальные фонды очень часто жалуются, мы ведем борьбу. Но как только, я говорю, вот когда жалуются пенсионеры, напишите, пожалуйста, мне заявление, чтобы у меня было официально, чтобы я могла с ним бороться, если он взяточник, если он волокитит, если он вас отправляет туда-сюда, давайте. Нет, давайте я не буду писать, вы сами как-нибудь. Я говорю, ну а как, вы поймите, потом я его уволю, он через суд придет, завтра восстановится, я же ничего не смогу сделать. Вот не хотят писать. Вы его накажите, но как-нибудь без меня. Ну так не получится. То есть из вот этих вот шагов, если один напишет, второй напишет, третий, этот сотрудник, он мало того, что работы лишится, он вообще больше не придет сюда и не будет. А другие уже посмотрят, скажут, слушай, оказывается, за вот такое непрофессиональное отношение к работе можно и улишиться работы, и это дало бы, то есть вот я к тому хотела сказать, что наши шаги, наше поведение, оно тоже формирует государство. То есть то, что мы можем тоже изменить, мы должны изменять, каждый на своем уровне. А мы, социальный фонд, конечно, я полностью беру всю критику, и потому, что размер пенсии невысокий, и потому, что там, возможно, там в районных уровнях. Мы с этим работаем, но давайте работать вместе, с двух сторон, и тогда будет результат. Иначе это не даст того результата, который мы все хотим получить. Я напоминаю, что мы говорим с Генуровой Джуматаевой, заместителем председателя социального фонда, мы говорим о пенсиях. Реформа пенсионной системы, которая обсуждается из года в год, уже не первый год, предполагает время от времени повышение пенсионного возраста. Как и сейчас выходят на пенсию, и предстоит ли нам вот это повышение в ближайшее время? Повышение общего пенсионного возраста не предстоит, я сразу говорю, потому что женщина у нас сегодня общая установлена 58 лет, мужчина 63 года. Вот этот возраст повышаться не будет, потому что он сегодня по мировой практике это средний возраст, у кого-то 65-67, но вот это нормально, 58-63, это нормальный пенсионный возраст, то есть мы его повышать не будем. Но есть отдельные категории досрочного выхода на пенсию, вот эти, возможно, будем пересматривать, потому что мы сделали расчет, вот у нас в последние годы 715 тысяч пенсионеров, то есть если раньше рост был там, грубо говоря, там 35 тысяч, 35-40 тысяч, то в последние годы уже 55 тысяч ежегодно новых пенсионеров. Сделали анализ, каждый второй это льготник, то есть выходит раньше общественного возраста. У нас есть такие категории, как высокогорье, потом высокогорье, они, мужчины, выходят на 12 лет раньше, вернее, на 8 лет раньше мужчины выходят. А женщины, если они... То есть 55 лет мужчина... Да, 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 там может выйти на пенсию, если ты работал в условиях высокогорья и проживаешь в условиях высокогорья. А женщина, если она имеет трех детей, проживает и работает в условиях высокогорья, она в 45 может выйти на пенсию. Чем сегодня и пользуется большинство, потому что в высокогорных районах они в 45 выходят на пенсию, потом продолжают работать, получать и пенсию, и зарплату. это очень хорошо, на самом деле, да, потому что, ну... Да, это хорошо, но из-за этого размывается весь вот этот фонд. И мы говорим, вот эти вот, может быть, мы будем пересматривать сейчас. Ну, как только вот об этом скажешь, тут же начинаются стачки, тут же начинаются... Непопулярные меры. Непопулярные меры, да. Но к каким-то мерам мы должны прийти, если мы хотим платить достойные пенсии. И вообще, если мы хотим быть в состоянии платить пенсии. Потому что фонд может просто финансово не устояться, и тогда это будет большая проблема для Министерства финансов. Потому что, в соответствии с законом, любой наш дефицит они должны покрывать. То есть, это не хотите платить страховознос, это ляжет на вас как налоги, просто дополнительные. Каждый должен уяснить, что любые расходы государства, это прежде всего налоги и таможенные пошлины, и все. У нас пенсии — это страховые отчисления. Если их не будет, соответственно, не будет пенсии. Когда мне говорят там молодежь, да не хочу я платить, потому что, мало ли, я доживу до пенсии. И вообще, что я должен каких-то... Чужих. Чужих, да. Когда начинаешь говорить, у тебя есть бабушка, дедушка, мама, папа, пенсию получают? Да, получают. Получается, ты даже не содержишь свою одну бабушку, даже, в принципе, своими очистениями. Не то, что там двоих. Значит, кто-то другой содержит? Тогда немножко становится ближе. Это не мифические. Вы же не кормите каких-то там американских или немецких пенсионеров. Вы кормите своих же, свое старшее поколение, свою же учительницу первую школьную, своего первого врача вы кормите. И почему вам жалко им доплатить пенсию? Потому что, когда ты бросишь у государства, ты сначала у себя спроси, а я готов им повысить? Я готов очистение платить? Потому что у государства, кроме ваших денег, никаких нету. И когда вот все время ругают государства, ты сначала себя поругай, если ты не в тени. А я вот содержу, хотя бы вот каждый человек, вот, работоспособный, он должен подумать, бабушка, сколько ты пенсию получаешь? Или папа, сколько ты? И свои очистения посчитай. Вот ты хотя бы покрываешь очистение своей семьи в виде пенсии? Тогда замечательности покрываешь. Ты, скажем так, свой гражданский долг исполни. Но большинство, к сожалению, даже эту пенсию, даже 6 тысяч, они... Вот средняя пенсия у нас 6161, ну, где-то 6200, да, уровень? Вот даже вот эту не покрывает. И потом вы сказали, вот ниже, выше ПМП. Каждый год мы повышаем пенсии, но за счет того, что у нас очень каждый вот льготно рано выходит на пенсию, соответственно, у них размер пенсии ниже. И вот они всю картину потом общую, среднюю, вниз тянут. Мы делали вот анализ, средний размер, вот я потом вам просто могу... Да, я потом вам могу графики дать, что вы могли у себя на сайте разместить. У нас есть график, вот средняя пенсия по республике, по возрасту выше нее стоит, и внизу по высокогоре, по многодетности. Все льготники, у них пенсии ниже, чем средняя, и они тянут вниз. Но потом, после нескольких индексаций, она у них, конечно, увеличится, но вот эти новые назначения, почему я говорю, каждый раз, когда в октябре мы повышаем, вот это показатель у нас улучшает, у нас где-то 36% ниже ПМП становится, но потом, через следующее, уже вот через полгода у нас показатель опять идет вниз, потому что новые назначения, каждый второй. Вот каждый второй идет не по пенсионному возрасту, идет раньше пенсионного возраста. Соответственно, если он раньше пошел на пенсию, у него размер пенсии ниже, потому что он должен был еще 8 лет, еще 10 лет работать, делать очистение. Он еще не накопил. И, соответственно, у него размер пенсии. А когда говоришь, нет, давайте не больше делаем, а за счет кого? За счет того, кто больше работал или вовремя пошел на пенсию, что ли? Тут всегда такой вот, когда в селах мы ходим, говорим, вот у нас пенсия маленькая, а вы сколько отчисляли? Мало отчисляли. И я говорю, а вы у кого мне забрать? Давайте скажите, вот у этого человека забрать, вот он долго работал, или у этого. Нет, мне не надо чужого. Ну, а от кого тогда? Потому что это фонд, он из соц. отчисления дается. Республиканский бюджет нам дает только на строгие, вот на базовую часть, на надбавки инвалидам, на льготные пенсии, то есть вот такие какие-то субвенции, каких-то этих она дотоватся, пока она нам, слава Богу, не дает. Она дает только по обязательствам своим, многодиэтным матерям. То есть если она отправляет их на пенсию раньше, соответственно, пока он до пенсии выйдет, вот эту часть республика нам должна выплатить. А потом, когда он переходит на нашу категорию, мы из нашего фонда начинаем платить. То есть вот эти обязательства нам сегодня платит республика. Дотации никаких она нам не дает, потому что пока, слава Богу, у нас дефицита нет. Но получается, тогда мы должны у кого-то забрать и кому-то отдать. Но это тоже несправедливо. А вот число льготников, сокращение числа льготников уже где-то обсуждается? Или это только пока... Нет, мы уже обсуждаем, это уже в рамках рабочей группы. У нас была с 2018 года рабочая группа, но, к сожалению, пандемия два года внесла свои коррективы. Мы должны были давно это закончить, это дело. Но вот только сейчас мы работу закончили. И сейчас в Джуркинише вот недавно мы провели круглый стол, где мы вот эти... Озвучили уже свои реформы. Мы ожидаем, я же говорю, это нормально, потому что у кого-то что-то... Но мы говорим, мы не будем вас сразу, например, вот мы предлагаем просто хотя бы вот 45 лет женщина выходит на пенсию. Давайте до 48, но не сразу, по 6 месяцев. То есть если у кого-то 45, то он 45 и 6 месяцев поэтапно. Всегда вот где-то в течение 6-7 лет, да, мы не говорим, не будем до 58 увеличивать. Ну давай хотя бы до 48 сделаем немножко, потому что продолжительность жизни даже по высоко говоря, она растет. И за эти годы она выросла на 3-4 года. И вот эти льготные мы тоже... А мы когда эти росли, мы только увеличили... Вот раньше, помните, у нас пенсионный возраст был 55 и мужчина 60. Мы потом увеличили до 63-58. А вот эти льготы, они как были в советских времен, так и остались. Хотя по логике они тоже должны были поэтапно на 3 года увеличиваться. Вот этого не произошло. И мы говорим, давайте хотя бы вот эти по 3 года, мы не собираемся вас... И уже всегда такое неприятие. Вот тут надо уже как-то вот объяснять. Мы, наверное, будем опять ездить по регионам, опять всем объяснять, просить у вас помощи, у СМИ. Может быть, вынесли на общественное обсуждение? Нет, в виде законопроекта мы его еще не сделали, в виде стратегии. В виде стратегии мы сейчас ее разрабатываем. Мы ее вот именно на рабочих столах, вот в Джорки-Неши, везде мы уже эти презентации, уже начинаем это озвучивать, говорить. Ну, Аклбеков Семьбекович, он очень хорошо знает пенсионную систему, потому что он плотно с нами работал вот в рамках вот этой рабочей группы. Он тоже говорит, давайте, если мы сейчас не сделаем, то просто через 2-3 года мы столкнемся с тем, что риски не платишь способности, да. И тогда уже будет рисковать, вот из-за нескольких категорий уже риск будет на всех пенсионеров. Это будет очень тяжелая задача. Вряд ли наши мигранты все гурьбой вернутся, да, в будущем году, и тогда начнут платить, или вряд ли у нас прям массово так прям работают. Ну, давайте будем реалистами, это даже если будет, но поэтапно, по чуть-чуть. И поэтому нам пока нужно как-то вот не только доходную часть за счет теневого сектора повышать, да, но еще и расходы, потому что сколько бы ты ни собирал денег, но если расходная часть у тебя плохо контролируется, или там, скажем так, очень много льгот, тогда, соответственно, это опять будет размываться, и опять будут всегда постоянные вот эти негодования, то, что пенсии маленькие, как можно прожить, вот такие вопросы, они справедливые. Действительно так. Но сегодня мы имеем, к сожалению, дело с тем, что имеем, то, что мы получаем. Еще одна проблема в том, что люди не верят в то, что если сегодня они будут все выплаты делать, все честно, а то, когда придет их время получать пенсию, получится сполна. Потому что, вот, например, те люди, которые работали в советское время, да, они честно работали, они все делали, все отчисляли, тогда это было бы невозможно. Не, ну, в советское время они получают пенсию сегодня. Они же нельзя сказать, что не получают. Они получают. Спросите у человека, который 100 тысяч получает, 80 тысяч получает, сам заработал. Спросите, наконец, у своих бабушек, дедушек, в принципе, они получают пенсию. Да, но очень маленькую. Я вот у них и спрашиваю. Ну, знаете, вы, может быть, стажей маленькие, или ваши все учителя были. Ну, хотя среднее сегодня у учителя около 11 тысяч, у врача средняя пенсия около 12 тысяч. И опять же говорю, есть люди, которые на эту зарплату еще содержат детей. Вот есть же 10 тысяч, 9 тысяч. У нас вот сотрудник, первый рядовой, когда приходит, у него оклад вообще 9 тысяч. А он еще как-то на эту зарплату, я же говорю, а считается, что вообще Международная организация труда считает, что Петя должна быть на уровне 40% от заработной платы. Вообще. Почему? С чем это связано? В Европе, да, она на уровне 70%, но она такая, это у развитых, там, Швеции, Норвегии, да, например, а средняя по миру 40%, вот, рекомендуемая такая. То есть, с чем это связано? С тем, что пенсионеры, они, в принципе, как правило, уже есть дома. Как правило, им уже не надо расти детей. Как правило, им уже не надо учиться, там, ходить на работу, по большому счету. Поэтому у них и прожиточный минимум обычно ниже, чем у этого. Другой вопрос, размер, возможно, но он опять-таки из-за теневого сектора, потому что у нас зарплата, если у тебя около 19 тысяч, да, средняя зарплата, то откуда будет 15 тысяч пенсия, например, да, средняя? Даже если вот от 19 тысяч возьмете 40 тысяч, где-то она должна быть на уровне 8-9 тысяч самого средняя пенсия. Но если вот как раз из теневого сектора все выйдут, мы сможем такой уровень обеспечить на сегодня. Но, я же говорю, это все комплексная задача, если мы вот этих льготников уберем, которые на сегодняшний день практически продолжают работать и продолжают получать пенсию, да, дверь, и в итоге размываются деньги. Если мы теневой сектор подтянем, вот эти все реформы, да, вот мы пошли на значительное сокращение ставок, снижение ставок, если вот это все выйдет из тени, ну, мы, по крайней мере, со своей стороны стараемся все делать. Возможно, не всегда мы успеваем это все обсудить с людьми, но это из-за того, что всегда сжатость времени, и, ну, вы знаете, у каждого сотрудника свой участок есть, поэтому мы вот будем с МИ хорошо работать, мы будем, наверное, тоже ликбеза для журналистов, чтобы они могли правильно освещать, не то, что правильно освещать, а просто понимали, что такое пенсионная система. Просто чтобы понимали, а что такое пенсия, а что такое базовая часть пенсии, да, а накопительная, куда она направляется, и почему она инвестируется, почему она на текущие выплаты уходит. Потом часто говорят, а вот страховая часть солидарная, вот человек бывает, что жил и жил до пенсии и умер, ему не выплачивается. А почему она не выплачивается? Страховая, она потому и страховая, вот вы, когда дом страхуете от пожара, в течение года вы платите, если у вас дом не сгорел, вам же страхование не возвращают же. Тут такой же принцип, тут три страховых случая. Вы доживаете, либо вы получаете, к сожалению, инвалидность, и тогда вы пенсию по инвалидности получаете. И, к сожалению, если вы умерли, и на этот период у вас были иждивенцы на ваших руках, это может быть и ваша супруга, это может быть и ваши дети малолетние, тогда пенсия по потере кормить. Вот в этих трех случаях мы вам выплачиваем. Во всех остальных вы действительно теряете, потому что она страховая. Кто-то не дожил, а кто-то пережил. Но мы же ему не говорим, ты вот свой лимит пережил, мы тебе не будем платить. Мы ему платим до 90. Поэтому вот фонд, он на то и фонд, солидарный. Вот страховой фонд, они же все вот. Поэтому я говорю, надо страхование вводить в школах, чтобы они понимали смысл страхования, что это такое. Страхование, что ты доживешь до пенсионного возраста, а работать ты как раньше уже не можешь, даже если хочешь, тебя не берут, и ты останешься без средств существования. Вот на этот случай у тебя будет пенсия. То есть это именно от страхования того, что ты в пожилом возрасте останешься без средств существования. Вот тогда ты получишь пенсию. Спасибо большое. У нас застекает срок эфира. Я напоминаю, что мы говорили с заместителями представителя социального фонда Джуматаевой Гульмурой. Давайте вот в конце нашего эфира коротко сформулируем, что нужно для того, чтобы конкретно у наших слушателей, у наших подписчиков в будущем была хорошая пенсия, на которую можно жить. Да, я бы хотела обратиться к нашим не слушателям, а тем, кто смотрит, зрителям и сказать, что вообще ваша пенсия на ваших руках. Верить или не верить, это, конечно, выбор каждого, но в какой-то момент уже надо верить. И если не государство, то уже кому? Потому что пенсии платят, размеры зависят тоже от вас. Что для этого нужно? Во-первых, нужно работать там, где платят белые заработные платы. То есть не ведется двойная бухгалтерия. Во-вторых, надо каждый год проверять органы социального фонда в плане того, что проверять свой личный страховой счет. Социальный фонд, вот в любой вашей районе приходите, или скоро мы в цонах тоже откроем, вот мы тоже проект ведем такой, чтобы мы в цонах услуги оказывать. Тогда можете туда приходить и выписку из личного страхового счета. Этим вы проверяете как госорган, правильно ли он зачислил все мои страховые взносы, и проверяете своего работодателя, не скрывает ли он заработную плату. Вот как вы банковский счет проверяете каждый день, вот так же раз в год хотя бы проверьте свой страховой счет. Поверьте мне, вам будет очень интересно, когда вы выйдете на бумаге свои отчисления, какая у вас в будущем будет пенсия. Но, пожалуйста, на размер пенсии не смущайтесь, потому что там нужны расчеты сложные. То есть это не сам размер пенсии, это просто пока расчетно. И третье, для бизнеса все-таки, да, вот немножко быть социально ответственными, потому что эти сотрудники, да, понимаю, у бизнеса всегда прибыль, это первое, да, максимизация прибыли. Но вот эти люди, которые на вас работают, они приносят вам эту прибыль. И чтобы в будущем они вас плохим словом не поминали, а у меня это было очень много раз, когда приходил предпенсионный возраст человек и начинал ругать и проклинать того работателя, который скрыл ее и человек остался без пенсии, вот чтобы не было этих проклятий в ваш адрес, пожалуйста, будьте социально ответственны и максимально постарайтесь провести работу с вашими сотрудниками, если они сами не понимают, объяснить им, что это их будущая пенсия. И тогда у нас будет стабильная пенсионная система, стабильная работа. Я надеюсь, что мы доживем до этого. Спасибо вам, что вы были с нами. Я желаю каждому дожить до пенсии, причем до такой, чтобы на нее можно было путешествовать и жить так, как нравится. Спасибо вам за объяснение, спасибо, что были с нами. Спасибо. До свидания. До свидания.